Выручка упала, если взять по всему бизнесу, это порядка на 94%. В спальных районах может кофе с собой уйти, потому что люди сидят по домам, все равно они хотят убежать из дома, даже если карантин, взять стаканчик кофе. Возможно, вот это развитие, которое будет у кофе с собой, это спальные районы. До карантинной выручки сейчас мы восстановились где-то процентов на 70-72% примерно от того, что было. Если кофе идет в минус, в минус как бы жесткий, то мне кажется, надо принять полевое решение и закрыть ее. Друзья, всем привет! Рад видеть вас на нашем YouTube-канале. И сегодня мы будем говорить про очень интересную тему, и она точно касается каждого из нас – кофе на вынос. Разумеется, в период локдауна мы должны были себе отказать в этом удовольствии, но сейчас вроде как все наладилось, и мы снова можем баловать себя замечательным, горячительным, бодрящим напитком. И в частности, за это стоит сказать спасибо Филиппу Лейтаса. Снова, правда, кофе открыто, снова в нее можно ходить, и Филипп как раз-таки основатель этой сети. Филипп, привет! Спасибо, что нашел время, рад тебя видеть. Давай начнем, наверное, не с самых приятных вещей. Начался локдаун, все закрылось, и вы вынуждены были принимать какие-то, возможно, не самые популярные решения. Не мог бы ты рассказать о порядке своих действий в тот момент, когда ты понял, что нужно срочно что-то предпринимать? Ну, вообще, если взять вся эту ситуацию, она была немного непонятна, потому что непонятно было, кому можно работать, кому нельзя работать, кто должен сидеть на карантине, кто не должен. И, получается, ну, естественно, выручки все упали, некоторые заведения закрылись, и было понимание, что мы можем, ну, надо как режим энергосбережения включать. И, получается, мы начали выходить на разговор, диалоги с арендодателями, пытались выбить где-то скидки, где-то вообще отменить арендную плату. Ну, естественно, как бы в связи с тем, что, ну, работы меньше стало, да, многие по домам, по домам у нас шло тоже, ну, мы отказались от всех премий, бонусов для сотрудников, все вот эти дела. Это, как бы, две вещи, на которые мы могли более-менее влиять, в остальном у нас выручка упала, если взять по всему бизнесу, это порядка на 94%, и, как бы, нам немного повезло, повезло, что были, как бы, денежные запасы, ну, что помогли тоже прижить это. Ну, я так понимаю, еще одна не очень приятная вещь, это то, что пришлось закрыть часть кофеем. Ну, в частности, по моим наблюдениям, у нас рядом с офисом была точка, правда, кофе, и вот месяц назад обнаружил, с тех пор, как мы вышли в офис, что точки-то нету, где я теперь буду брать кофе. Вот много ли пришлось кофеем по сети вам закрыть? Точно могу сказать, но это порядка 10 кофеем закрылось. И есть, как бы, еще, ну, другой эффект, сейчас все вернулось, но нельзя сказать, что, как бы, многие кофе не чувствуют себя хорошо, в том плане то, что, во-первых, еще не все офисные сотрудники вернулись, потому что некоторые там на карантине также сидят на начало сентября, некоторые до конца года сидят в больших компаниях. И, как бы, и плюс вот эти вот три месяца без работы у некоторых также партнеров по сети, у них образовались задолженности по арендам. И, как бы, есть еще много нюансов, еще выход из этого кризиса, я думаю, будет длиться там в районе года, это минимум. Ну, пока все плюс-минус наладится. Да, понимаю, тем более еще многие говорят, что в сентябре может хлынуть вторая волна коронавируса, которая будет для многих бизнесов еще более серьезным ударом. Некоторые до сих пор после первой оправляются худо-бедно, так еще и вторую нам обещают. Веришь ли ты, кстати, в такой исход и готовишься ли как-то? Все, что возможно, я буду все замораживать, отказываться от аренд, наверное, и просто, ну, переждать всю эту ситуацию. Кстати, а с арендодателями легко было договориться? Все ли шли на какие-то уступки, на какие-то поблажки? Не, не все. Ну, абсолютно не все. Но арендодатели у них тоже, у них есть, так сказать, своя правда, да. У кого-то там на помещении ипотеки и банки им не дали никаких отсрочек, ничего, и они вынуждены тоже получать определенную денежную сумму, да, чтобы скрывать свои потребности. Это как, ну, такой определенный снежный ком. Вот у нас есть несколько фейн, где нам дали полностью арендные каникулы, да, в основном давали скидки. Если взять там в среднем, это где-то, ну, наверное, процентов 60 нам давали. Ну, где-то давали 85, где-то вообще не хотели давать скидки. Да, безусловно, это было нелегкое время. И чем вы в компании занимались все эти месяцы простоя? Потому что, понятное дело, точки не работают, баристы сидят, и, ну, их просто нечем занять. Возможно, вы как-то планировали свое будущее, форматировали стратегию? Будущее в таких условиях чуть-чуть непонятно, как планировать, потому что точно не знали, сколько это продолжится, там, ну, условно говоря, там, две недели, и это будет полгода, да, там. И вот, поэтому стратегию тяжело довольно планировать. Но мы, как бы, за это время сейчас, мы вот уже на финальных стадиях, мы делаем, как бы, ну, внутри компании бизнес-процессы, причесывали все. Ну, то есть, это новый франчайзи-бук, там, бренд-буки, там, чуть меняем. Новый концепт сейчас у нас 30, такого, 30 августа у нас уже должен быть готов новый концепт «Правда кофе», то есть, ну, как «Правда кофе» 2.0, условно говоря. То есть, у нас сейчас тоже стоит задача, это, ну, с учетом новых правил, нового введения у нас, мы, в связи с сетевых, это причесать не буду бизнес-процессы. Я почему-то уверен в том, что вы на себе ощущаете сейчас очень мощный, отложенный спрос. Люди изголодались, все начали выходить в офисы, кто не вышел в офисы, тот просто гуляет по Москве, и хочешь-не хочешь, но в кофейню забежишь, напиток возьмешь. Не кофе, так что-нибудь другое. Ну да, но у нас, ну, есть, как бы, тоже определенный нюанс, то, что у нас в основном бизнес, это нацелен, так сказать, на офисных сотрудников, на студентов, да, это то есть человек, который 5 дней в неделю уходит мимо кофейни и покупает кофе, да, то есть то, что люди вышли гулять, и там кто-то выходит гулять, там, раз в месяц, еще что-то, это не совсем тот спрос, который нам необходим. Если взять, как бы, до карантинной выручки сейчас, мы восстановились где-то, ну, процентов на 70-72%, примерно, от того, что было. Ну, социалистические выручки. В принципе, хорошо, но, ну, конечно, для, в плане именно развития бизнеса, там, брать новые локации, еще что-то, это довольно тяжеловато сейчас. Ну, и опять же, у нас есть проблематичность, у нас много кофейн, они в офисных центрах, ну, из-за пандемии много бизнесов пострадали, и многие офисы, они начали пустеть. Ну, то есть люди начали тоже экономить, арендовать офисы подешевле, ну, подешевле чуть-чуть, да, и то есть идет как-то такая ротация. А стали ли вы как-то менять ценовую политику в своих кофейнях, с учетом того, что, во-первых, реальные доходы населения снизились, а, во-вторых, что спрос отложенный хоть и был, но на меньшем значении, чем хотелось бы? Ну, ценовую политику мы менять на данный момент не будем, единственное мы будем вводить, это, как сказать, допустим, всю выпечку, сделать ее всю в одну цену, да, то есть сейчас у нас идет там разброс, плюс введение там сэндвичей, ну, таких небольшого парикуса, потому что еще вторая проблема, с которой мы столкнулись, это помимо того, что там, ну, пандемия, кризис у нас еще и доллар очень сильно подорожал, и вот, а весь кофе мы закупаем в долларах, и получается мы, ну, то есть мы сами закупаем зеленый кофе, обжариваем его, да, и через нашу сеть его реализуем, и как бы в связи с этим тоже, когда возникла проблема, что себестоимость напитков, она тоже возросла. Я больше верю, как сказать, на такую, ну, на более массовый продукт, мне интереснее, чтобы, не знаю, за что там, 300 человек купили кофе за 70, нежели за 150 человек купили кофе за 100, к примеру. Хотим продолжить сохранить именно, ну, вот эту опцию, как доступный кофе. Как, с твоей точки зрения, выживать в таких нелегких условиях? Потому что, понятное дело, что пока лето, и ты эту мысль подтвердил, спрос будет не так высок на кофе, на вынос. Так вот, что делать, чтобы дотянуть до осени и надеяться, что осенью не будет все-таки второй волны? Все зависит, ну, от бизнес-моделей, от многого. Если ты хотя бы работаешь в ноли, у тебя, ну, и что хорошо, у тебя не требуют, как бы, дополнительных положений, тогда работай спокойно до осени, да? Надо пытаться оптимизировать закупки, там, где можно сэкономить. То есть, если кофейня идет в минус, в минус, как бы, жесткий, то, мне кажется, надо принять полевое решение и закрыть ее просто. Ну, съехать, забрать оборудование, и потом, когда будет чуть времена получше, еще места освободятся, арендные ставки, возможно, по моему мнению, они должны будут упасть, потому что много площадей освобождается. Можно войти, опять же, в эту волну чуть попозже просто, ну, взять прерыв. А стали ли вы придумывать какие-то новые форматы, возможно, вот как раз-таки в период локдауна, для того, чтобы все-таки какую-то копеечку зарабатывать? Ну, например, продавать кофейные зерна какой-нибудь особой, классной, вкусной марки. У нас основной продукт, на котором мы зарабатываем, это вот стаканчик кофе, да, мы, как бы, на идее не зарабатываем практически ничего, да, в основном у нас стакан кофе. Или стакан кофе мы тоже думали сделать, там, доставку, разные форматы, но все равно, там, когда курьер идет 15 минут с чашкой кофе или 20 минут, там, ну, приносит кому-нибудь капучино, он уже не такого вида, не такого вкуса, как должен быть. Вот, и поэтому мы от этого отказались. И если взять в плане кофе в зернах, да, здесь, как бы, у нас были, ну, были заказы именно на дом у нас, как сказать, ну, по продажам, конечно, потребители у нас чуть-чуть увеличились, да, но это не то, что, как бы, не тот формат, который, там, спасает бизнес или еще что-то, это так, это. Тоже в момент карантина мы прорабатывали формат, должны были, ну, должен быть законопроект, должен был выйти законопроект, что можно ставить торговые точки в жилых комплексах, ну, типа, в подъездах, в подъездах, и вот. И мы под эту штуку проработали, правда, вендинг. Ну, то есть, есть, как бы, компания, которая ставит, там, сейчас, в жилых домах, там, аппараты, где можно молоко купить, такие продукты, а мы хотели, ну, делать кофе, но все равно это, это, как бы, идея хорошая быть поближе к гостю, но, как бы, это тоже все в финансах. Есть ли у тебя какие-то позитивные ожидания от будущего, и что бы ты мог в качестве рекомендации дать нашим подписчикам, тем, кто смотрит сейчас это видео, что бы ты мог посоветовать, если у них, допустим, есть своя уже точка кофе на вынос, или если они только планируют ее, потому что в любом случае, как мне кажется, ну, кофе на вынос, ну, не уйдет никуда из жизни людей. Ну, это, это, это привычка, да, это уже, это, есть такая штука. Не, вообще, если взять, я тоже, ну, я довольно позитивный человек, мне кажется, я больше чем уверен, что все будет хорошо. Сейчас те, кто хотят открыть или открывают кофеточку с собой, надо, ну, очень хорошо каждую локацию прорабатывать, и надо прорабатывать договор, аренда, чтобы были определенные смягчения, если такие ситуации, ну, повторяются. И надо, как следует, услуга делать карту торговой территории, то есть это понимать, кто тебя окружает, бизнес-центры или, может быть, там, наоборот, там, в спальных районах может кофе с собой уйти, потому что люди сидят по домам, все равно они хотят убежать из дома, даже если карантин, там, взять стаканчик кофе. Возможно, вот это развитие, которое будет у тебя с собой, это спальные районы. Те, кто сейчас уже работают, я бы, ну, опять же, есть вещи, на которые мы можем влиять, и есть вещи, на которые мы не можем влиять. Мы можем влиять на закупки взаимодействия с партнерами, можно влиять на персонал, мотивировать персонал, чтобы они продавали это. Ну, для этого надо платить, наверное, процент от оборота кофейни, да, чтобы они были заинтересованы именно продавать. Естественно, если там оборот, ну, небольшой, тогда человек получает меньше денег. Если оборот большой, тогда человек получает больше денег. Но вы независимы от того, что вы должны там бариста платить 50 тысяч рублей ежемесячно, да, потому что это тоже определенная нагрузка. И взаимодействие с арендодателями. С ними точно не надо ссориться, а надо прямо встречаться, общаться. Вот, потому что, конечно, в итоге все мы люди, все мы в одной лодке. Слывем. Да, это правда, согласен. Что ж, получилось на позитиве. Огромное спасибо за то, что выделил мне это время. Надеюсь, у тебя не очень много времени занял. Было очень приятно пообщаться. Я уверен, что нашим подписчикам и зрителям тоже будет классно смотреть это видео. Что ж, спасибо и желаю тебе огромной удачи. Надеюсь, осенью никакой второй волны не будет. И мы все будем счастливы жить, как жили. И обязательно пить на регулярной основе кофе. Потому что я свою жизнь без кофе на вынос не представляю. Да, взаимно. Я думаю, все хорошо будет.